Огромный привет всем! С вами азиатский видеомагазин Абэй. Подписывайтесь, ставьте лайки, а мы ответим на все ваши вопросы, связанные с доставкой товаров из Азии под роликами в комментариях или по почте. Все ссылки есть в описании. И сегодня мы поговорим о препаратах на основе женьшеня. Женьшень буквально переводится «человек-корень». Жень – это человек, шень – это корень. Такое название было дано ему за сходство корня с женьшеня с фигурой человека. Но чаще всего его называют корень жизни. Он широко используется в медицине уже более трех тысяч лет. Происхождение женьшеня окутано многими мифами и легендами. По одной из легенд, молния ударила в ручей, и вода высохла. А на месте попадания молнии выросло растение, которое впитало в себя силу небесного явления. Женьшень – это поистине уникальное растение, живущее до 100 лет и известное своими многочисленными лечебными свойствами. Препараты на основе женьшеня являются природными средствами, нормализующими общее физическое состояние. Самый эффективный – шестилетний женьшень, обладающий профилактическим, укрепляющим и восстанавливающим действием. Стабилизирует сердечный ритм и гормональную систему, уровень сахара в крови и холестерин. Тонизирует весь организм, насыщает клетки кислородом и усиливает кровоток. Это влияет и на артериальное давление. Поэтому часто возникает вопрос, можно ли купить женьшень для регулярного приема людям, страдающим гипертонией или гипотонией. В обоих случаях ответ положительный, но необходимо соблюдать определенные правила. Нестабильное давление – очень распространенная проблема, особенно у людей старше 40-45 лет. По статистике, артериальной гипертонией страдает каждый пятый взрослый человек. Опасность в том, что повышенное давление провоцирует развитие серьезных патологий, связанных с сердечно-сосудистой системой и работой головного мозга. Гипотония, пониженное давление, во взрослом возрасте встречается реже. Но это состояние также влияет на общее состояние, вызывая упадок сил, слабость, головокружение. Если говорить об общем действии женьшеня, то он способен устранить головные боли и снять дискомфорт в области грудной клетки. Люди с низким давлением, ниже 100 на 60, могут купить женьшень и принимать его без каких-либо последствий для здоровья. Экстракты корня повышают давление и общий тонус, придают силы, повышают работоспособность, избавляют от сонливости и вялости, которые часто сопровождают гипотоников. А вот при высоком давлении, от 140 на 90, женьшень следует принимать с осторожностью. Это растение не оказывает побочных эффектов на гипертоников, но нужно строго соблюдать дозировку и не принимать его перед сном, не сочетать с другими стимуляторами. В любом случае, при стабильно высоком давлении, перед приемом необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом. При приеме женьшеня есть одно простое правило, которое легко запомнить. Настойки на спирту повышают давление, а водные растворы понижают. Гипертоникам можно купить женьшень в виде экстрактов или капсул и принимать по одной капсуле до еды два раза в день, утром и днем. Курс приема месяц, после чего нужно сделать перерыв. Если появилось учащенное сердцебиение, дискомфорт и ухудшение состояния, то следует прекратить прием. Гипотоникам рекомендуется готовый экстракт женьшеня по 1-3 грамму дважды в день до еды. Длительность приема месяц. Но обратите внимание, любые спиртовые настойки опасны при заболеваниях печени, желудка, желчного пузыря и при других патологиях. Нормализация давления при употреблении корня наступает приблизительно через две недели. Следует отметить, что женьшень эффективно используется в качестве средства, способствуя стимуляции иммунитета и предотвращению появления и роста опухолей. Наиболее эффективное лечебное действие оказывает при слабом иммунитете, онкологии, сердечно-сосудистых заполеваниях, болезнях печени, легких неврологических расстройствах. Повышает способность нашего организма сопротивляться различным заболеваниям. Устраняет нарушение иммунитета на генетическом уровне при аутоиммунных заболеваниях, таких как склеродермия, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, ревматизм. Также эффективен при сахарном диабете, бронхиальной астмы за счет нормализации работы органов, регулирующих иммунитет. Также улучшает общее состояние здоровья, повышает жизненный тонус, помогает при психических расстройствах от старения и усталости, замедляет старение организма, помогает укрепить иммунную систему, помогает сбалансировать уровень холестерина в крови, регенерирует клетки кожи, делая ее гладкой и молодой. И это далеко не полный перечень этого поистине природного сокровища. Но на сегодня мы закончим. Желаю всем крепкого здоровья, всем пока!